Добрый день! Сегодня все молодое поколение мужчин и женщин прильнуло к телевизорам, вернее, извиняюсь, к радиоточкам. Вся женская половина будет слушать все-таки, что будут рассказывать девочки, нужно ли трейдинг для женщин. Вся мужская половина, вернее, меньшинство, так как у нас по статистике на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Вся мужская часть, меньшая половина будет слушать все-таки и, надеюсь, будут присылать нам вопросы, потому что тема очень интересная. Есть ли по-простому место женщина в трейдинге, есть ли да, что им там делать. И у нас сегодня в гостях две девушки, Аня и Таня, Таня и Аня, Аня Невмиржицкая и Татьяна Лукашевича, или Татьяна Лукашевича Аня Невмиржицкая, учредители проекта инвестиций для девочек. Для женщин, скажем так. Ну, зачем мы будем ставить какие-то возрастные преграды? Может, нас слушает 60-летняя женщина, которая вот-вот хочет прийти в трейдинг, и если мы назовем инвестиции для женщин, то, может, какая-то молодая девушка, которая 20, еще себя женщины не считает. И поэтому инвестиции для девочек всех возрастов по-простому. Конечно, поэтому каждая женщина чувствует себя девочкой даже в 70 лет. Так же самое, как и мужчины тоже себя хотят чувствовать мальчиками, бегать с пистолетами и кататься на автомобилях. Жжу делать. Девушки, добрый день. Добрый день, да. Сначала, в принципе, давайте пару слов о вашем проекте. Почему вопрос номер один. Почему вы считаете, скорее всего, будем очень ждать вашего ответа, что женщинам нужно особое внимание? Я, в принципе, как мужчина, естественно, понимаю, что женщинам нужно особое внимание, не такое, допустим, как мужчина, потому что женщины сами по себе требуют более повышенного внимания со стороны вообще всех окружающих. А я думаю, что в трейдинге, я не думал, что там что-то особенное. А почему вы думаете, что в трейдинге девушкам нужно уделять особое внимание? Ну, кто будет на это вопрос отвечать? Наверное, я скажу, потому что, скажем так, я больше работала женской аудиторией, пришла все-таки… Ну, я знаю, ты выходец за эти глянцевые журналы и все остальное, да? Да, да, из модного бизнеса, а там есть четкое определение женской аудитории и мужской аудитории. Почему на финансовом рынке такого до этого не было? Потому что в женщине, наверное, не было какого-то финансового капитала. Сейчас женщины стали более независимые, и они хотят вкладываться, инвестировать куда-то в какие-либо инструменты. Я тебя перебью и поддержу, потому что статистически в последнее время количество женщин-менеджеров высшего звена становится больше статистически, чем мужчин. То есть процент переваливает. Социальная значимость проекта как раз и заключается в том, что женщины все равно выходят на финансовый рынок. Но как они выходят, это уже… Выползают. Выползают фактически сейчас, на данный момент, потому что все финансовые брокеры, компании и так далее, они не понимают, как работать с этими женщинами. Помнишь фильм «Бойлерная», по-моему, насколько я помню? Ну да, он сказал, с тёлками не работаем. Да, да, да. Я бы перефразировала, женщинами не работаешь. Почему? Потому что там было сказано, она тебе будет звонить каждые 15 минут, если акция падает, а если она будет расти, она будет тебе звонить каждые 5 минут буквально. Чтобы снять деньги. Чтобы снять, она будет нервничать и так далее. Женщины, на самом деле, они просто не понимают этих инструментов. И если им нужна практическая значимость… Давай сделаем так. В принципе, у нас рядом по левую руку от тебя, по правую от меня, как раз сидит женщина-трейдер. На самом деле. Тань, сколько лет? Ты, по-моему, лет 6 торгуешь, да? Ну, в общем-то, да, наверное, лет 6. Я уже как бы в этой теме. И у меня есть уже определенное мнение и определенные опыты. Я могу им поделиться. Сколько лет ты торгуешь? По-простому. С 2008 года. То есть 5 лет. Да. Что тебя привело в трейдинг? Потому что я уверен, что вот эта огромная женская аудитория, которая сегодня будет слушать передачу, да, они скажут, что Лукашевич может, почему не можем? И ты, в принципе, пришла уже не в детском возрасте, то есть не девочкой. Конечно. Конечно, у меня уже было, в общем-то, за плечами и высшее образование техническое. И двое детей по 20 лет. Нет, тогда им было не по 20 лет. Они были, в общем-то, еще школьниками. Вот. То есть мне приходилось много времени тратить на их воспитание. Как трейдинг? Как вот конкретно? Конкретно твой пример? Как конкретно? Почему и зачем ты пришла в трейдинг? Нет, во-первых, мне стало интересно. Вот ты выходец откуда? У тебя был бизнес какой-то. Нет. Как ты зарабатывала на жизнь? Муж? Нет, у меня был интернет-бизнес. Я была... У меня была домашняя сеть в моем районе. Вот. И, в общем-то, появились, видимо, наверное, какие-то лишние деньги, которые мне захотелось вкладывать куда-то еще. Помимо реального бизнеса. И меня стала интересовать эта тема. Инвестиции. Вот. А затем еще, как бы, бабушка оставила мне наследство. И это была вторая причина. Через кого ты, насколько я знаю, ты училась, по-моему, у Саши Резвякова? Нет. Я вообще сначала читала много книжек. Я пыталась сама как-то прийти и найти этот Грааль. Но, к сожалению, книжки меня только запутали. Вот. И я решила, что мне нужно, в общем-то, наверное, пообщаться с человеком, который сам практически каждый день торгует. И я стала искать учителя. На тот момент я пошла на курсы в Финам, потом на курсы в БКС. В общем-то, что-то мне стало более ясно. Ты имеешь в виду бесплатные? Образовательные? Да. Просто я общий образовательный или платный? В БКС даже, по-моему, были платные. Я уже не помню, честно говоря. Но, тем не менее, действительно, это как-то у меня немножко стало укладываться по полочкам. Но, тем не менее, вот к такому дневному трейдингу я еще пока не пришла. То есть еще вот этого понимания, как играть внутри дня, у меня еще не было. Вот. И потом я случайно совершенно наткнулась на объявление. Как раз ты тогда приехала из Америки и стал первый раз давать курсы. Это было чуть-чуть раньше, чем 2008-2007. Нет, я тогда была, видимо, на втором уже каком-то потоке. Ну, не без значения, не обо мне. Да, то скажешь, что передача была о нас. Нет, нет, нет. Я говорю о своем пути, так сказать, в эту профессию. И все рассказываю, как оно было на самом деле. Вот. И я когда уже прослушала чисто практически такой курс, мне стало намного, конечно, все более понятно. Но я хочу сказать, что еще, что здесь прежде всего это опыт. Это личный опыт, личные наработки, потому что можно прослушать десятки лекций. Но ты все равно ушла пока от вопроса. Вопрос был предельно простой. Да, пожалуйста. Зачем ты пришла в трейдинг? Потому что мне стало интересно. Мне захотелось сохранить свои деньги и как-то, может быть, их приумножить. Ну, можно приумножить и сохранить в банке. Ну, ты знаешь, в банке, в общем-то... Ну, сейчас красивые слова будут, типа, инфляция съедает и все остальное. Да, 10% всего годовых. Но трейдинг — это риск. Тогда я еще об этом не знала. Тогда у нас был растущий тренд. И у нас, если ты помнишь, акции в банке выросли 400 раз. С 5 рублей, там, да, по-моему, 110 рублей. Но это не 400. Да, даже больше. Это 20 концов. Там немножко по-другому. Саш, смотри, как бы женщинам вообще эта тема интересна. Почему они не должны приходить, вот скажем? Нет, вы не понимаете одну вещь. Сегодняшняя передача, они построены о том, что я не хочу, чтобы девушки или девочки и женщины приходили в трейдинг. У меня, по сравнению, если сравнить с 2007 годом, когда на семинар, например, в 40 человек приходило 3 девушки, да, то сейчас, например, на семинар в 40 человек приходит 12-13. И вот и Саша Розвяков, я так понял, вам рассказывал, что в Киеве было практически 30% женщин. Ну, хакушки, они более, наверное, видно, агрессивные, чем наши. Ну, мне кажется, это же неизбежный процесс, ведь когда-то женщины и за руль не садились, а сейчас практически по дороге одинаково. Это ужас, просто я иногда себе вот ставлю просто, просто, знаешь, еду по дороге, и 4 обгоняющие меня машины, 4 из 4-х, это девочки. Хотя это тоже так. А статистики, прежде всего. Поэтому здесь не вопрос о том, что я против или за, здесь вопрос о том, что я хочу сегодняшнюю передачу построить так, чтобы девочки, которые слушают эту передачу, может, сделали для себя какой-то вывод. Потому что там, во второй части мы перейдем к более таким жестким сторонам. Минусам, скорее всего. Да, то есть у женщин есть трудные дни, которых нет у мужчин, у женщины, хотя, с одной стороны, они более взвешенные, чем мужчины. Соблюдают больше. Да, поэтому вопрос, я понял, почему ты пришла, у тебя было много свободного времени, и бабушка оставила наследство. Нет, у меня было свободного времени, практически его не было, потому что бизнес, реальный бизнес, он занимал действительно все мое время. Мне приходилось даже иногда в 12 часов ночи идти перезагружать какой-то сервер и так далее, если ты знаешь, что такое интернет, локальная сеть и так далее. А дети, которые говорили, мама, ну побудь уже с нами, им тоже не хватало. А мама села на компьютер и нажимала какие-то непонятные кнопочки. Ты понимаешь, может быть, это мое личное качество. Мне действительно просто, если мне что-то интересно, меня это увлекает, я начинаю это изучать, эту тему. Так что, я думаю, что вот с этим был связан. Ну и у нас еще, в принципе, есть 45 минут для того, чтобы побеседовать. Ань, когда вообще возникла идея такой проект создать? Наверное, идея возникла так спонтанно, когда периодически я смотрела РБК, как обычно женщины смотрят. Увидела Жанну Немцову? Нет, увидела. Девушки, у нас перерыв на новости, и мы вернемся. Отлично. Добрый день, еще раз в эфире у нас Аня Стани, учредитель проекта «Инвестиции для женщин». Девушки, еще раз добрый день. Добрый день. Я просто услышал, представляете, сейчас существует парусная регата для ресторатов, я так подумал, реально, если как бы рестораторы все под парусом ходят, почему девушкам не торговать? Конечно. Ну, Тань, мы, вернее, Аня, мы еще раз начали, значит, как возникла все-таки идея создать такой проект? Ты знаешь, я, наверное, как одна из таких активных девушек, просто смотрела, просматривала... Подожди, активных, что ты имеешь в виду активных? Ну, которые интересуются, может быть, вложением в акции, возможно, какие-то другие инструменты, но просто руки не доходят. То есть тебя Дульча Кабана Армани уже не интересует? Это тоже инвестиция. Мы об этом потом поговорим. Красоту? Да, конечно, в имидж и в какое-то положение, но прежде всего еще должна быть финансовая подушка безопасности, когда у тебя деньги лежат либо в золоте, либо они лежат в каких-то акциях, либо, возможно, в банке просто. И чтобы в это вложиться, нужно в этом разбираться. Я периодически смотрела РБК, и тут на одной из передач увидела, соответственно, Александра Герчика. Жанну Немцову. Ну, или Жанну Немцову. Тогда еще была Дана Борисова. Я же мальчик, а не девочка. И тогда был очень интересный проект, когда битва была форексной компанией, когда они торговали Жанну Немцову против Даны Борисовой. И настолько это было просто понятно, когда Олег Дмитриев консультировал Дану Борисову, что я подумала, почему вот так вот не сделать определенный проект, который чисто женщинам с практической точки зрения объясняет, как можно делать. Зачем все запутывать? И посмотрела, оказывается, таких компаний-то и нет, которые занимаются женской аудиторией. То есть, по сути дела, на рынке нет именно специализированных мест, которые занимаются конкретно, чисто инвестициями для женщин. Которые объясняют, образовывают прежде всего женщин, потому что ведь основная задача проекта — это образование. И как проходит у вас образовательный процесс? Ну, прежде всего... Боюсь даже спрашивать. Да, прежде всего мы перерабатываем весь контент, всю информацию от брокеров, от банков и прочих компаний для женской аудитории. Потому что если женщина не видит практическую значимость чего-то, она не будет туда включаться. И вот это вот просто обычные слова финансовые какие-то, вот выражения ей неинтересны. Они пугают. Пугают и отталкивают. Здесь нужно более конкретно... То есть перед тем, как девушки приходят в трейдинг, они все блондинки? Ну, может быть, да. Нет, дело в том, что на самом деле женская аудитория уже созрела. Созрела для того, чтобы с ней работали. А, в общем-то, как работать и кому работать? Еще как бы... Рынок не сложился. Не созрели, как бы вот эта верхушка. То есть низы созрели, верхи еще не могут. И мы как раз являемся посредническим звеном между вот этими верхами и женской аудиторией. Как раз вот мы пытаемся привлечь женщин к проблеме инвестиций, что этому надо учиться, что этому надо образовываться. И что это очень важная тема. Вообще, на самом деле, не только для женщин, но и для мужчин тоже. То есть для всех нас. Потому что мы работаем всю жизнь, мы зарабатываем какие-то деньги. Но когда мы становимся старше, выходим на пенсию, наш уровень жизни может значительно снизиться. А ведь этого совсем не хочется, когда привыкаешь уже к какому-то определенному уровню. И поэтому надо думать уже в активные годы, как сохранить свои деньги и приумножить их, сохранить капитал и обеспечить себе достойную старость. Ведь этому действительно надо учиться, чтобы подходить к этому вопросу грамотно. Это тоже самое money management и риск. Ведь если бы наше население было грамотным в вопросах инвестирования, то, может быть, не случилось бы ни МММ, ни властелины. Дело в том, сейчас на самом деле, это никакого отношения, конечно, к женщинам не имеет. Но буквально недавно, пару дней назад, на прошлой неделе, была очень жесткая статья на Smart Lab, где человек... Статья была очень, на самом деле, интересная. Написал ее профессор Переброженский. Любимый герой. Знатный писатель, да. На самом деле, ну, у него есть интересные вещи. Статья была очень интересная о человеке, который покончил жизнь самоубийством только потому, что он взял деньги под кредит автомобиля. И, видно, кредиты стали душить. Он стал перекредитовываться. Взял еще одни деньги, еще и... Это ужас вообще, на самом деле. Это крышно, да. Да, мальчику не в 30 лет. Я видел, на самом деле, молодой, здоровый парень. Я с вами тут абсолютно соглашусь. Мы сейчас обратно будем уходить в вашу сторону именно конкретной инвестиции сугубо для женщин. Но тут я с вами абсолютно согласен, потому что здесь не просто даже проблема того, что у нас люди не знают, у нас люди элементарно даже не знают просто по кредитам, что это такое, что с этим делать. Хотя там действительно были обыкновенные, ну, к сожалению, это постфактум, да, человек уже умер, его нету. Но там были правильные вещи сказаны. Можно было просто отдать банку машину. Человек молодой, забирать у него нечего. Он просто мог отдать машину, и всего этого можно было избежать. Я не знаю, что было конкретно. Я просто процитировал то, что я прочитал. Но в данной ситуации проблема в том, что просто за каких-то несчастных там 10-15 тысяч долларов, да, действительно, это колоссальная сумма, особенно для людей из глубинки, там на автомобиле человек просто потеряли жизнь, и эту машину по-любому забрали. Вот видишь, ибо просто негде было проконсультироваться. Я поэтому говорю, что проблема в том, да, и на самом деле Владимир Владимирович в начале этого года как раз и сказал, что действительно нужно поднимать финансовую грамотность, потому что люди, которые, например, будут брать кредиты или идти на рынок, они будут более просто подкованы, потому что очень часто все видят красивые плакаты, например, сейчас огромное количество, вот ты просто даже в YouTube не можешь зайти и посмотреть нормальный ролик, чтобы не увидеть рекламу, например, да, какой-то форексной компании, и типа зарабатывать деньги на бирже легко. Зарабатывать деньги на бирже практически невозможно, потому что зарабатывают единицы, и я всегда начинаю свои семинары, и еще раз, дорогие друзья, кто слушает нашу передачу, пожалуйста, не 7 раз отмерьте и 1 раз отрежьте, а 100 раз отмерьте, подумайте, действительно нужно вам это или нет, и что, и как вы будете с этим делать, перед тем, как вы просто даже положите копейку денег, и это даже будет лучше, когда вы будете подготовлены. Понимаешь, ошибка-то большинство в том, вот ты говоришь, что они зарабатывают в трейдинге, в том, что они хотят много и сразу, вместо того, чтобы сначала научиться. Все, Танюша, не все, есть огромное количество, есть огромное количество, на самом деле, очень хорошо умных ребят, эрудированных, которые по 2-3 года ждут, на самом деле, огромное количество факторов, о которых это не суть нашей передачи сегодня, но огромное количество факторов, это не один вот этот фактор. Сегодня разговор о вас и о вашем проекте, а не, может быть, мы оставим последние 5-6 минут, чтобы образно поговорить, потому что ты наверняка, как трейдер, тоже проходил эти передряги. Поэтому вопрос один, Танюш, к тебе. Цель проекта? Цель проекта именно объяснять, рассказывать, образовывать, и как бы показывать женщинам, что это совсем не так страшно, ведь мы говорим не только о трейдинге, мы говорим вообще об инвестициях. Это могут быть инвестиции, например... То есть вы, если я правильно понимаю, вы приблизительно, как мама, которая готовит дочку к первой брачной ночи, а которая та ничего не значит. Можно так сказать? Можно. Мы сами женщины, и мы сами как бы, в общем-то, вот у меня 2 детей, я знаю, что... Ну, это первый раз, когда твоя дочка к тебе приходила, это приблизительно то же самое. Да, она тебя спрашивала, мама, а что делать, а как делать? Нет. Они уже не спрашивают, да. Потому что любая женщина должна прежде всего вырастить детей, и независимо от того... А ты предлагаешь им в трейдинг, Таня? Нет, я предлагаю им разбираться в инвестировании, понимаешь, это совсем немножко другое. Здесь трейдинг... Ну, ты представляешь вообще, вот я тебе говорю просто, у нас и так большинство женщин в определенном возрасте выглядят очень плохо. Причина банально проста. У них нет времени заниматься собой. Потому что... Вот моя мать, моя мать никогда в жизни не работала, она и сейчас, да, и за 60 она великолепно выглядит. Потому что отец ее жалел. А у нас получается, знаешь, у нас осталось 50 секунд. У нас получается, женщина работает. Надо. Потому что богатых семей у нас 1% не превышает. То есть женщина должна работать. Она утром встает, она должна приготовить детям покушать. Я не против женщин в этом бизнесе. Я за то, чтобы те, которые придут в молодом возрасте, понимали. Потому что женщины, у которых дети, у которых сверху муж, и которые... Вот они кивают, значит, она согласна. И та девушка, которая надо утром приготовить мужу завтрак, детей отправит в школу, прийти на работу, и еще где-то... А если мужа нет, детей нет. Ты понимаешь, она же все равно придет, если она захочет. У нас третья 15 минутка, мы как раз поговорим о тех женщинах, у которых нет мужей. И после короткого новостного перерыва мы с вами продолжим эту интересную дискуссию. Еще раз добрый день, прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы. 6, 5, 10, 9, 9, 6. У нас в гостях Таня и Аня. Аня и Таня. Здравствуйте. Специально подобрали. Здравствуйте еще раз. Конечно. Ты знаешь, что все парфюры подбираются не случайно. Случайно, все не случайно. Задача мужчины это, в принципе, добыча. Да, убил мамотенка. Все дело в том, что мы с разных планет. Мужчины с Марса, а женщины с Венеры. А задача Марса... Тать, ты меня пугаешь. Я никогда просто не знал, что я с Марса на самом деле. Это завоевать, это принести маму. А то есть мы враждебно настроены, марсиане. Это пойти на охоту и что-то добыть, то есть заработать. А задача женщины под Венерой, это сохранить этот урожай. У нас вот сейчас видно звонки. Ты как сказала, что это марсиане. Так я так понял, что сейчас марсиане нам звонить будут. Нет, поэтому на самом деле женщина может быть и менее склонна к риску, потому что ее основная задача именно создать эту стабильность и сохранить эту стабильность. Почему вот в 91-м, 92-м году, когда у нас был кризис... Вот ты посмотри, сейчас подожди, одну секунду, сейчас расскажешь о кризисе. Вот у нас Светлана есть в прямом эфире. Светлана, добрый день, вы в прямом эфире. Я бы хотела, вот интересно очень... А что вы с нами не поздоровались? Так интересно, все рассказывают. Скажите, почему вы нам здрасте не сказали? Ну вы как-то все много говорите, вот именно вы. А вот какой сайт, что у них там, куда обратиться-то, если я, допустим, хочу изучиться, ну, допустим, изучить и пойти поучиться. Мы сейчас конкретно в этом прямом эфире конкретно расскажем, какие страницы, какие мероприятия. Обязательно у нас все это... Куда девочкам можно было бы обратиться. Обязательно. Вы тоже девочка? Да. Вот мне нравится это очень. А тогда, если вы уже в прямом эфире, вот вы слышите нас? Нет, вы пропали, жалко. Если хотите, перезвоните, на самом деле было бы очень здорово. Вы могли бы девочкам в прямом эфире задать вопрос конкретно, и они бы с удовольствием ответили. Да, конечно. Могу сказать, ответить сразу на вопрос Светланы о том, что у нас есть площадка как раз и создана для того, чтобы девочки писали какие-то письма и обращались, если у них возникают вопросы по поводу обучения и каких-то мероприятий. Потому что на самом деле проект, он организует площадку, я могу адрес назвать? Да, да, конечно. В ladytrader.ru ladytrader.ru По-английски. По-английски, да. Lady, потом trader, t-r-a-d-e-r.ru Только не забывайте, что lady пишется через а. Ну ничего страшного, поковыряются и найдут. А если просто в поисковике назвать инвестиции для женщин, выходит ли ваша страничка? Можно, да, конечно. Выходит страничка. И, в принципе, можно напрямую нам тоже писать, потому что анна собака ladytrader.ru, например, или... Анна собака ladytrader.ru И Таня собака тоже. Да, да. Нет, ну хорошо. Танюш, ты начала рассказывать о кризисе. В фейсбуке присоединяйтесь к нам. Мы сейчас в конце обязательно всех координат дадим. Я начала рассказывать про кризис. Таня собака ladytrader.ru Это сейчас звучит великолепно. Да, давайте продолжим про кризис. Давайте продолжим про кризис. Я хочу просто закончить свою мысль, почему женщины с Венеры все-таки. Потому что им нужна стабильность. А Венера это стабильность в звездах. Символ Венеры это урожай, это изобилие, стабильность, это деньги. Ну, когда красивая женщина дома, то это изобилие очень быстро пропадает. Особенно в карманах. Вот. Ну, это, кстати, зря. Почему во время 91-92 года, когда не было в нашей стране стабильности, ведь никто не рожал. И сейчас, на самом деле, нет студентов в институтах, потому что существует демографический провал. Поэтому вот именно сохранить вот эти деньги, какую-то подушку безопасности для женщины, это имеет, мне кажется, даже первое очередное значение, чем для мужчины. Тогда вопрос прямой сразу в лоб. Ты хочешь сказать, вот представь себе, мужчина добыл. Да. Приходит домой, и вместо того, чтобы женщина потратила, купила себе шубку, сережки, она бежит, срочно все складывает и кладет под подушку? Нет, ну зачем же под подушку? Как зачем? И зачем же все? Преумножить, преумножить, сохранить. Она может купить шубку, она может купить себе сережки, но она должна думать о том, а вдруг с мужчиной что-то случится, а вдруг он не сможет, допустим... Так я тебе могу сказать, что делают в этой ситуации, когда с мужчиной что-то случается, и находят другого. Ну хорошо, хорошо. А в 30 лет можно, в 40, а если там женщина старше, и не всегда так это можно легко взять и найти мужчину такого уровня, Женщине 50-60 лет идти в трейдинг. Вот ко мне недавно пришла женщина, которой 68 лет. А ты знаешь, что у Саши Редикова в 84 года пришла женщина в трейдинг. Я согласен, я ее не пустил. Почему? Потому что. И считаю, что поступил очень правильно. Потому что просто я сохранил человеку нервную систему. Да, потому что ей было 65 или 68 лет. Я сказал, нет. Еще раз, нет. Ну и напрасно. Почему? А потому что, что значит, ты сохранил ее нервную систему? А вот ты думаешь, что вот, например... Я подумал, что моя мама придет в 65 лет, моя мама придет в 65 лет, детей уже Таня не воспитывает. Хорошо. Допустим, ну если ты более молодая женщина... Ну я вот представляю свою маму, моя мама придет и скажет, Санечка, родной, научи меня торговать. Саша, я могу сказать следующее. Я скажу, мамуль, на тебе тысячу долларов, не торгуй. Да ты не прав. Если человеку интересно, надо дать ему возможность... Правильно, демо счет. Нет, это совсем другое. Все равно, может быть, дать какую-то сумму, там ограничить... 100 долларов на минифорекс. Допустим, допустим, в день какие-то там потери и так далее. Но как-то можно решить эту проблему. Ты понимаешь, что есть у многих людей наркоманическая зависимость? Вот, наверное, Света нам опять звонит или звонит. Я все время не знаю, как ударение правильно. Как правильно, кстати? Звонит. Аня говорит, звонит. Нет, звонит. Нет. От слова звон. Потому что на самом деле я не... Я наоборот честно считаю, что женщины в трейдинге дают мужчинам фору. Они очень дисциплинированы. Вот видишь, ты же сам ответил на этот вопрос. Я согласен. Но есть определенный возраст, после которого, например, ну, представляешь, женщина пришла на семинар 84 года. Саша, почему ты человека ограничиваешь? Вот скажи мне. Она же все равно пойдет куда-нибудь. Вот если она к тебе пришла, так бы она у тебя под присмотром. Ну, не надо. Я не хочу этих денег. Я просто знаю, что этот человек не будет сидеть там в 65-70 лет. Она пойдет на форексную компанию и сольет все деньги. Все. У нее еще больше психики поломается. Ну, хотя бы так вот ты успокоишь и так далее. Вот в этом все проекты. Успокой человека. Я просто хочу поговорить о другом. Надо рассказать человеку, как правильно сделать. Я хочу просто сказать одну вещь, что девочки, они более подготовленные. Я тут с вами абсолютно соглашусь. И мне очень нравится ваш проект, поэтому я с удовольствием вас поддерживаю. И я как раз поэтому хочу, чтобы когда девочки приходят, они более дисциплинированы и с ними меньше мороки, чем с мужиками, я согласен с тобой. Поэтому мы пришли к этой передаче и я вас поддерживаю. Я просто хочу, чтобы все видели, что у нас никакая неподставная передача и вопросы будут жесткие, чтобы вы отстаивали свою точку зрения. Светлана к нам вернулась. Светочка, здрасте. Вы на линии опять. Я просто хотела вам сказать. Ну, вот ваша мама, я понимаю, вы к ней относитесь в уважение, никогда ее не тревожили. Она была дома, и дети за ней заботились. И она вас растила и вырастила таких умных и положительно. А бывают ведь разные женщины в любом возрасте, понимаете, которые оставляют и фирмы, там, допустим, выходят на пенсию в силу того, что так получилось. Светочка, вы нас слышите? Вы слышите нас? Они хотят в этом поучаствовать, почему бы и нет. Конечно, конечно. Надо дать возможность. Свет, вы нас слышите или вы выключили радио? Да, да, я вас слышу. Тогда вопрос к вам. Нет, я только за... Вы, насколько видите, я всегда поддерживаю женщин в трейдинге. Да, да, да. В определенном возрасте, в определенном возрасте согласен, просто я берегу психику своей мамы, знаю, что моя мама может пойти в казино и заиграться. Нет, у вас мама же не пойдет, понимаете, к вам на обучение. А женщина в 58 лет, которая, может быть, там возглавляла что-то, и пойдет. Ой, мне просто жалко на самом деле психику людей. Просто. Вот скажите одну, вы пытаетесь, я так понял, вы уже в трейдинге или пытаетесь прийти? Нет, я просто слушаю вашу передачу и слушаю ее давно, и вас в частности, вы приглашаете в нечиненных людей, и я, естественно, это слушаю, безусловно, мне это интересно. А для чего бы, вы, как вы думаете, как вы думаете, для чего нужен трейдинг вам? Да, у меня есть трейдинг, которые я могла бы, ну, вот, по те, там, где-то послушать ваших данных. Вот давайте прямо сейчас тогда вопрос вот к девочкам, к Тане и Ане. Что бы вы хотели узнать у них? Вот я, допустим, сайт узнала. Если вы еще раз повторите, лейдитрейдер.ру Я еще раз его запишу. И, скорее всего, обращусь и, может быть, даже поучаствую. Интересная очень передача. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Благодаря таким, как вы, наша передача, на самом деле. Да, да. Общество становится более грамотным. Именно в банковской, вот такой вот, ну, скажем так, финансовой ситуации. Спасибо вам. А вы представляете, Светочка, вот вы представьте себе такую ситуацию. Вы замужем, дети, и вечернее время суток. Ваш муж пришел домой, допустим, работает до 7 часов. Он хочет прийти. Он приходит домой. Говорит, Светочка, иди сюда, там, посиди со мной, кинчик посмотри, там, пивайся-ка, попей. А ты, скажешь, любимый, понимаешь, у меня там позиция. Да, да, да. Вот, у меня любимый, у меня позиция по РТСу. Я сейчас, понимаешь, вечерние сессии до 23-45. А хорошо, тогда как же вы справляетесь с своей семьей? Ваша тоже жена может попросить, уделите ей немножко побольше внимания. Я поэтому делегирую, я иногда... Правильно, абсолютно верно. Я поэтому делегирую, делегирую некоторые направления. А может, и я буду лидировать, потому что наши мужчины сейчас очень аморфные. И поэтому надо женщинам брать в руки, как бы, ну, и бизнес, и как-то там свою будущую жизнь. Почему бы и нет? Ну, я уже вижу на самом деле, что вы девушка с характером, на самом деле, ничего кроме уважения вы у нас не заслужите. Я думаю, если вы, если вы к девушкам постучитесь, они с удовольствием сейчас у нас будут рассказывать о мероприятиях. только еще расскажите сайт. Леди, леди, как вы, леди, то есть L-A-D-Y, трейдер, T-R-A-D-E-R, как трейдер, точка ру, или просто напишите инвестиции для женщин, и вы увидите, мы как раз сейчас... Инвестиции для женщин, я записала прям по-русски, я думаю, я найду это в интернете. Правильно, и мужу сегодня вечером прямо покажите, скажите все. У нас не только сайт посвящен трейдингу. Если вы будете облуповести, я вообще уйду... Да, скажи, я уйду в трейдинг, я уйду в трейдинг, заработаю много денег. И нам даже не надо будет разводиться. Вот, правильно, вы его будете обеспечивать. Спасибо вам большое. Всего доброго вам. Спасибо за звонок. Всего доброго. Спасибо за передачу. На самом деле, видите, звонок хороший, девушки, давайте повеселее, мальчики у нас там застыли, видно, вопросы какие-то задавать. У нас сайт посвящен не только трейдингу, у нас сайт посвящен вообще всем институциям. Я только за, и я всегда говорю, ты знаешь, что я считаю, что если бы женщины могли принимать на свою грудь разного размера риски, то они бы торговали лучше, чем мужчины. Проблема в том, как ты правильно сказала, что женщины очень ограничены и ограничивают себя рисками. У меня колоссальный опыт работы в пробкомпании, у нас были девочки, но это девочки, как бы девочками это сильно и не назовешь. Они мальчикам давали фору. Если ее переодеть в мужчину и это подрисовать ей усики, то это было бы даже совсем не девочка. Риски женщины не умеют принимать как мужчины. Ты согласна со мной? Я согласна. Я не согласна. Я могу сказать следующее, что социальная обстановка меняется, и женщины... Более агрессивные. Более агрессивные. То есть сейчас женщины с Марса, а мужчины с Венеры. Где-то посредине, помнишь? Нельзя так сказать, разделить вот именно черное и белое, потому что в каждой личности есть и мужское, и женское. У нас передача очень быстро идет. Быстро к тебе вопрос, Тань. Да. Разве трейдинг может быть женский? А трейдингу все равно, какой он, женский или мужской. А любая профессия может быть женская или мужская? Конечно. Есть просто подход к рынку. Ну, машинист, это в автомобилях доение. Все зависит от того, сколько ты физических усилий прикладываешь. Если физических усилий ты не прикладываешь, значит, профессия автоматически может становиться женской. Сейчас, например, ты знаешь, что в модную индустрию сколько мужчин пришло? Ну, их нельзя сильно и назвать, те, кто приходят в модную индустрию. Я скажу, что это нормальный. Мужчина может быть с женскими качествами, а женщина с мужскими. Здесь, понимаешь, можно родиться женщиной в брюках. Вернее, мужчиной в брюках. Женщиной в брюках. Да, женщиной в брюках и быть со старой головой. У нас осталось 20 секунд, потом останется 10 минут, и я сделаю такой маленький блиц. У меня есть вопросы, которые я хотел как раз вам задать. И в конце мы оставим несколько минут, где вы конкретно расскажете именно о проекте, зачем он вам нужен. Еще раз, девушки, добрый день. Таня, Аня, Аня, Таня. У нас в гостях Анна Демиржицкая и Татьяна Лукашевич, родители проекта «Инвестиции для женщин». Ань, вопрос к тебе. Какие мероприятия вы проводили или будете проводить в ближайшем будущем, чтобы вы могли девочек? Одно мероприятие я засветился, мне очень плохо было. После, конечно. На самом деле, это было мероприятие, мы стартовали проект с мероприятия в трейдинге «Только девушки». Оно было 2 марта, происходило в здании биржи. Мы собрали где-то 120 девушек трейдериц, можно сказать так, которые, это было праздничное мероприятие к 8 марту. Они и общались, лунарные беседы были великолепные. И когда девочки нам звонили из-за рубежа и говорили, что мы хотим общаться еще, мы поняли, что этим мероприятием проект не закончится, что придется еще организовывать. Соответственно... Нам продюсер пишет Виктор. Я думаю, что вот Виктория нам пишет, нам, оказывается, пишет Виктор. Виктор, добрый день, вы в прямом эфире. Виктор, добрый день, да, вы в прямом эфире. Да, я, наверное, как раз единственный мужчина, которого вы искали. Вы знаете, это очень хорошо звучит, Виктор, вы наверняка однозначно единственный мужчина, которого мы все искали. Благодарю за комплимент, Александр. Можно сказать? Любые вопросы и сказать, и задать, конечно. Я считаю, что ваши дамы, конечно, очень на правильном пути. Допустим, и вот вы немножко, конечно, сужаете их не спектр. Ведь можно инвестировать же не только, вот вы трейдингом говорите, да, трейдинг, если в вашем понятии трейдинг, это страшная вещь, я согласен, довольно неоднозначная. Но, во-первых, можно же и инвестировать даже в тот же трейдинг, делать 3-4 инвестиции по тренду. Вот сейчас Татьяна, Татьяна мне в Вите, прямо она нашла союзника вас, она мне чуть ли язык не показывает. Я только хотела сказать, что инвестиции могут быть среднесрочные. Виктор, продолжайте, сейчас Татьяна расскажет как раз о среднесрочных инвестициях, о том, как сберечь себе вот это женское хрупкое сердце. И освободить время для общения с мужем. Да, Виктор, извините, мы вас переберем. И, конечно, и тем более, вот, допустим, даже тех же пенсионеров, у которых есть доход. Ну, вот он нашел трендик, вложился, заработал 15-20 процентов, и очень человек будет доволен. Виктор, а если 2008 год? Ну, для этого дамы и учат. Если. Если, понимаете, если не нужно с закрытыми глазами и с желанием только что-то ухватить, приходить. Вот правильно сказала ваша гостья. Нужно сначала почитать, сходить к Александру Герчику. Ну, не надо, я не хочу просто, чтобы это была реклама, например, какого-то моего семинара. Нет, надо на самом деле просто поучиться. Виктор, а вы сами торгуете? Я сам, вы знаете, или инвестируете? Инвестировал в Газпром, когда он удачно шел. Потом, как говорится, за недостатком знаний Неудачно. В 98 году прождал, когда Сбербанк со 105 опустится до 28. То есть вы, в принципе, такой выносливый и спокойный. Марсианин. Да, еще считая, что ГКО у меня государство отняло, я очень, наверное, уже выносливый инвест. Поэтому вы немножко сужаете проблему. Нет, я просто хочу сбереть эти хрупкие женские сердца. На самом деле. Вы понимаете? Они же все равно придут. У вас осталось мало времени, я не буду мешать. Я согласен. Я просто все время думаю, сейчас мне моя жена придет, скажет, Саня, короче, дед, дыхай, ложись на кроватку, там, бери бутылочку, а я посижу, поторгую. Да, я тут думаю, какое у нее хрупкое сердце будет. Виктор, огромное вам спасибо за звонок, что слушаете нас. И я сейчас, Татьяна, вот она врывает просто микрофон. И, Тань, расскажи нам про инвестиции. Нет, я как раз, Виктор абсолютно прав, и я с ним полностью согласна. Я тоже с ним полностью согласен. даже вот в моей новой книжке «Биржа для блондинок» есть такой рассказ «Среднесрочные позиции или куда девать мужей и детей». И именно как раз посвященный вот этой теме, что в конце концов, если вы хотите иметь много свободного времени, надо просто подобрать для себя подходящую торговую стратегию. Может быть, как-то инвестировать на неделю, на две недели и так далее. То есть работать не по пятиминутному графику, а, допустим, по четырехчасовику или по дневке. То есть каждый может для себя найти подходящую стратегию. А ты согласна, что это в основном идет сугубо по психотипу? Конечно, абсолютно согласна. И вот у меня недавно была передача, кстати, с очень известным астрологом Павлом Свиридовым. Мы как раз с ним обсуждали эту тему, что это прежде всего зависит от типа личности, как мы пришли в этот мир. То есть если у нас, например, в гороскопе… Ой, извините, я, конечно, немножко сейчас отвлекусь на свою любимую тему, потому что я действительно считаю, что рынку все равно женщина – это вы или мужчина, а главное, какая личность находится перед ним. То есть если человек пришел в этот мир с быстрыми планетами, то есть у него в гороскопе при его рождении Луна имела высокую скорость. Это мы сделаем в следующую передачу. Мы не забываем, мы забрали… Естественно, ему подходит стратегия скальпинг и трейдинг. Давай сейчас дадим… Аня, нет, нет, нет. Сейчас я закончу просто. Мы с удовольствием про трейдинг расскажем про салон. Да. Давай Ане дадим два слова. Она начала разговаривать о проекте первого, который прошел 2 марта. Да, о мероприятии. В джазе только девушки. Трейдинги только девушки, да. И мы поняли, что мы этим не ограничимся. Сейчас Татьяна как раз выпускает книжку, да. Ну вот, да, я немножко упомянула о ней, биржу для блондинов. Мы потом зададим вопрос, дай Ане сказать. И, соответственно, мы организовываем конкурс, где мы соберем девочек, которые хотят научиться торговать вообще просто, и сделаем просто всероссийский конкурс. Он будет организован полностью до начала года. Туда мы подключаем крупных таких вот игроков, как Космополитен. Поэтому каждая девочка сможет попробовать себя. Космополитен журнал? Да. Вообще, это мега круто. Еще бы. А они знают? Конечно. А то есть они готовы? Нет, Космополитен и Домашний очаг, потому что Домашний очаг имеет аудиторию немножко постарше, от 35 и выше, как раз то, что ты говорил, 50 и 60. Они готовы освещать. Да, да, да. То есть вы сделали тебя хорошо, а что это будет за всероссийский конкурс? Каждая девочка сможет... Нет, самому даже вот просто интересно, всероссийский конкурс. Нет, понимаешь? Даже не то, что всероссийский, а просто интернет это вообще-то международное пространство. Так что приходите, подключайтесь. А что, какая будет подоплека, то есть какая изюминка? Что они будут делать? Она сможет попробовать поторговать. Это будет как мини-ЛЧИ, только для девочек. Демо-счет или... Нет, это будет настоящий счет, абсолютно. То есть каждой девушке надо будет завести счет? Нет, мы организовываем это все полностью. И ей могут помогать консультировать и так далее. Там будут и болельщики, там будут и зрители. А вы не считаете, что это может превратиться в то, что, например, кто-то будет за кого-то, сядет муж и будет дома торговать? А какая разница? Она же будет принимать решение. Почему? А там будет несколько параметров. Представляете, например, призы какие-то, да? Села, например, жена Саши Резвякова или девушка Алексея Майтрейда или девушка еще какого-то трейдера. Именно положительный счет, ты понимаешь, это только один из параметров. Так, какой еще параметр? Параметры еще будут видеообращения. А внешние какие-то параметры? Конечно. 60, 90, 140. Посмотрим, да. Так вот болельщики будут определять лучшую часть. А вы понимаете, что мужчины не смогут определить нормальных, какой она трейдер, если она красивая женщина? Ну, технические детали мы еще продумываем. Я понял, я понял. Самое главное — это идея. Тань, астрология трейдинга, ты увлекаешься, да? Ну, это, в общем-то, так сказать, образ жизни и один из путей познания этого мира, который расширяет наш кругозор. И просто действительно я пришла к выводу уже на примере своих многочисленных знакомых, что действительно психотип, он является определяющим в трейдинге. То есть с чем человек пришел в этот мир, с чем он родился. А ты совпадаешь своему психотипу в трейдинге? Конечно, конечно. У меня очень быстрая луна в гороскопе, я люблю скальпинг и дейтрейдинг. А почему бы вам на самом деле не сделать рубричку? Ты знаешь, мы хотим вообще на самом деле сделать курсы по астротрейдингу с использованием специальных программ. То есть человек может прийти и в течение недели обучить эту программу и уже с учетом этих данных использовать ее как один из действительно методов такой торговой стратегии. А потом даже я один раз провела такой анализ. Я взяла вот эти пики, графики и посмотрела. И они все совпали с новолуниями, полнолуниями, с первой, с четвертой четвертью луны. Я была сама удивлена. Тогда вопрос к тебе, почему ты не торгуешь по астроциклам? Ты знаешь, я когда, в общем-то, вот рынки там в 2008 году падали, я всегда смотрела, когда будет полнолуние или там новолуние. То есть всегда вот в эти дни происходит разворот рынка. Давайте быстро блиц. Может быть, это не глобальный разворот, но все равно на четырехчасовике он всегда существует. У нас осталось три минуты и такие блиц-вопросы. Значит, в принципе, о планах ты рассказала. Ближайшие планы — это... Масштабировать проект. Масштабировать проект, в принципе, на всю страну. А на странице сколько у вас подписчиков на сегодняшний день? Так, сейчас у нас, ну, достаточно много, не скажу, что много, пару тысяч. Пару тысяч девушек. Да. Из этих пары тысяч девушек сколько девушек активно торгуют? Ну, это мы не можем тебе сказать такую информацию. Нет, ну, они же пишут... Они подписываются на нашу подписку подписанную, а уж как они торгуют... А, то есть вы не берете, например, у вас нет вопроса, например, опросника, да, какого-то? Пока нет такого опросника. Ну, это было по поводу мероприятия, это было половина девушек торговали активно. Те, которые пришли на первое мероприятие, да. Ну, мы сейчас собираемся, Саша, проводить вот такие курсы, даже просто про инвестирование. То есть человек может прийти на мастер-класс и узнать, куда ему сейчас вот вкладывать вот в наше непростое время. Там в золото, там в акции. Просто элементарные такие базовые понятия. Да, в банк. Там в золото, в картины и так далее. По поводу книжки ты упомянула «Биржа для блондинок». Да, вот эта книжка, кстати, вот эта книжка по трейдингу, где я пыталась наиболее доступным и простым языком объяснить и рассказать основы трейдинга. Да, я знаю, ты мне вынесла плешь год с этой книжкой. И бегали, возились, с графиками и все остальное. Да, поэтому именно я старалась ее писать, чтобы она была написана не скучно, чтобы ее можно было читать и даже похихикать в некоторых местах. И, в общем-то, там такие моменты есть, которые понятны каждой женщине, чисто психологически. Вот поэтому я думаю, что, прочитав ее, любая девочка, которая девушка, она просто получит представление о трейдинге и даже, может быть, научится торговать, потому что именно эта книга именно как методичка. То есть я ее позиционирую именно как методичка по трейдингу. То есть ты открываешь первую страницу, там написано то-то, и поэтапно ты как бы погружаешься вот в этот мир трейдинга. То есть не все сразу на тебя вываливается информация, а вот именно... Давай пару вопросов, Кань. Ань, то есть ближайший план это масштабировать... Как? То есть вы увидели, получили какой-то фидбэк, что действительно есть. Минута есть, расскажи именно о планах на будущее. Пошагово. Именно в рамках проекта. В рамках проекта, конечно. Конечно. Мы хотим сделать так, чтобы, во-первых, каждая женщина в России могла прийти на сайт, получить какую-то просто информацию. Ведь цель проекта информируемость. Мы должны просто образовывать. А дальше девочка сама для себя решает, нужно ей это или не нужно. Если мы не будем информировать, значит, она просто пойдет, получит какую-то долю самой плохой информации и просто будет торговать, она сольет все деньги. Или вложится не в тот актив какой-нибудь. Конечно. Самое главное вообще в мире для любого человека это информация. А решение он будет принимать сам на основе полученной этой информации. И мы хотим эту информацию дать. Но для вас, я так понял, все-таки есть же какая-то денежная составляющая в этом проекте. Любой проект окупается в течение какого-то периода времени. На данный момент он просто может что-то делиться. То есть это на самом деле для вас и, я так понял, проект по интересам, и в будущем, может быть, это что-то вылится такое материально образующее. Ну, потому что есть просто продукты, которые пользуются только женщины. Всем огромное спасибо. Спасибо. И всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok